Новые случаи гибели мигрантов при попытке достичь берегов Турции и Греции. Поток нелегалов, которые стремятся попасть в Европу морем, в последнее время начал расти. Границы усиливают на Балканах. К наплыву выходцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока готовятся в Австрии. Между тем, в Брюсселе считают, что урегулировать миграционный кризис властям стран ЕС мешает страх и нерешительность. Роман Кудрин продолжит тему. Поток мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, незначительно снизившийся в последние недели, вновь растет. Первый в наступившем году показательный рекорд. Лишь за один минувший день границы между Грецией и Македонией пересекли почти 5000 человек. Пока мы ждали возможности пересечь границу, мы потратили практически все, что у нас было. А впереди еще долгий путь. Но я лучше умру по дороге к цели, чем стану жертвой войны. Мы все так думаем, нас не остановить. Недополнительные заграждения типа второго ряда колючей проволоки, неусиленные патрули не помогают македонским властям справиться с толпами нелегальных мигрантов, для которых эта страна стала перевалочным пунктом на пути в более благополучные европейские государства. Война и хаос в Сирии и других странах все еще продолжаются, так что ни о каком улучшении ситуации с беженцами говорить не приходится. Наоборот, с наступлением весны в марте-апреле их будет намного больше. Сообщения из Греции в очередной раз подтверждают, что бегущих от войны людей не остановят никакие погодные условия. В январе к берегам острова Лесбос прибыли около 40 тысяч нелегалов. Накануне более 2000 человек, пытавшихся добраться туда на надувных лодках, были буквально выловлены из воды береговой охраной. Подсчитать, сколько из них гибнет на этом опасном пути практически невозможно. Трагические сообщения приходят почти каждый день. Только за выходные у берегов Турции утонули не менее 40 человек, рискнувших отправиться в Грецию чуть ли не на прогулочных лодках. Миграционный кризис, остающийся главной проблемой для Европы, заставляет власти вводить все более жесткие меры контроля на границах, а отдельных политиков откровенно признавать, что дальше так продолжаться не может. У нас нет возможности принять в этом году столько же мигрантов, сколько в прошлом, когда к нам приехало около 90 тысяч человек. Это огромное количество. В Европе по этому показателю мы вторые. Еще один такой же год мы не выдержим. В беседе с журналистами австрийский министр в качестве иллюстрации привел США и Канаду, которые за тот же период приняли, соответственно, 10 и 25 тысяч мигрантов. Разница очевидна. Накануне стало известно, что Австрия официально попросила Еврокомиссию выделить 600 миллионов евро в качестве компенсации тем странам, которые приняли у себя наибольшее количество переселенцев. Что же касается прогнозов относительно числа мигрантов, которые могут приехать в Европу в этом году, то делать их крайне сложно. В Международной организации по миграции, учитывая, что только за первый месяц из стран Ближнего Востока и Африки прибыли около 65 тысяч человек, не исключают, что в этом году их будет не меньше, чем в прошлом, около миллиона. Роман Кудрин, Олег Смольков, Первый канал.